Руководство парка «Птичья гавань» просит омичей помочь лебедям. Трех диких птиц привезли в заповедник из разных районов области. Все они были ранены, потому и не смогли улететь на юг с сородичами. Теперь их пытаются выходить в зоопарки. Однако корма не хватает. Подробности у Екатерины Клемязевой. Грозным шипением лебедь-кликун встречает всех, кто подходит близко. За две недели привыкнуть к людям он так и не смог. Два его товарища в соседних клетках, хоть и называются лебеди-шипуны, но выглядят менее враждебно. Однако и они людей недолюбливают. Птица такая, что подпускать не любит к себе, боится. И пока находятся люди возле нее, она даже не пить, не кушать не будет. Эти птицы в зоопарке не ради красоты. Их привезли сюда на лечение. У всех по разным причинам повреждены крылья. В природе они бы не выжили. Здесь в птичьей гавани за ними следят, обрабатывают раны, чистят клетки и кормят дважды в день. Вот это дневная порция одного лебедя. Здесь полтора килограмма зерна. Кормят пшеницей. Это единственное, что согласны есть дикие птицы. Такой рацион не по карману птичьей гавани. В бюджет на этот год три взрослых лебедя заложены не были. Потому помощи попросили у мячей в соцсети. Несколько человек уже привезли в зоопарк зерно и овощи. Единственная проблема. Многие не хотят привезти сами. Хотят, чтобы съездили. Но на самом деле нет такой возможности. Приезжайте в гавань, погуляйте здесь, покатайтесь на катке, на лыжах. И заодно привезите овощей для зверюшек. Лебеди пробудут в птичьей гавани до весны. Потом их отпустят на волю. Конечно, если им позволят здоровье. Екатерина Хлемязева, Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова